Брест, улица Карбышева, полдень зимнего дня. Здесь собралось более полусотни людей, в основном мужчины. Каждый из них знает, при любой погоде и обстоятельствах, белый микроавтобус с надписью «Милосердие» обязательно припаркуется на привычном месте и привезёт горячую еду, и та каждый день, 365 дней в году. А всё началось 7 лет назад. Именно тогда бывший военный услышал на проповеди слова, которые поразили его самое сердце и не давали покоя. Ныне покойного настоятеля Никольского гарнизонного храма отца Игоря Протеерея, когда он сказал, что нужно спешить делать добро, иначе можете не успеть, потому что никто из нас не знает, доживём мы до завтра, проживём мы ещё неделю или год или десятилетие. Никто ничего не знает, поэтому нужно стараться в этой жизни что-то сделать хорошее. Добро каждый понимает по-своему. Игорь Дмитрук решил помогать не словом, делом. На протяжении двух лет мужчина за свои деньги покупал продукты, сам варил еду для бездомных, пытался найти подход к людям, которых мы пренебрежительно называем бомжами. Инициатива о помощи бездомным параллельно появилась и в молодёжном братстве гарнизонного храма святителя и чудотворца Николая. Получилось так, что параллельно с этой инициативой Игорь Павлович Дмитрук уже занимался этим делом два года. Он сам за свой счёт готовил еду и кормил бедных, но не каждый день, а один раз в неделю, потому что его финансовое положение не позволяло делать больше. Мы объединили эти усилия, владыка благословил, чтобы каждый день готовил определённый приход города Бреста еду. И затем был где-то полтора года, мы, наверное, собирали деньги на автобус «Милосердие». Когда деньги были собраны, был приобретён этот автобус. Ну и, собственно, с тех пор он постоянно участвует в этом проекте. Каждый день осуществляется кормление 12 часов дня здесь, на этом месте. К обеду на этот раз макароны, пафлотские, бутерброды с колбасой, сырники и чай. Со стороны может показаться, что здесь просто раздают еду. На деле исполняется заповедь о любви к ближнему. Здесь уже знают в лицо и по имени каждого из пришедших. Много тяжёлых человеческих судеб, одиноких и потерянных людей. От одних отказались близкие, а другие вышли из мест лишения свободы и не смогли адаптироваться. Квартиру продали, а с женой развёлся. И получилось у меня так, что попал я в места немного. В общем, в зону. Ну вот так у меня всё пошло, пошло, покатилось. Спасибо, спасибо Господу, что не оставляет нас в такой ситуации. И проявляет заботу о каждом, не смотря на личность. Я вот живу в гараже, здесь вот, в гараже уже полтора года. Вот здесь гараж. Ну, как-то смиряюсь. Три одеяла. Люди приходят, помогают соседям, соседних домов. Вы остались без жилья, да? Без жилья, без... вообще без ничего. А где живёте? На улице. Это еда, это помощь, это всё, что дают, одежду и прочее, прочее, лекарства. Это действительно, это большая помощь. Я ищу работу, работы не могу найти. Милиция выгоняет с вокзала постоянно. Сейчас вот негде, нету ночлежки, негде ночевать. И таких историй за время работы службы в Милосердии сотни. За каждой человеческая трагедия. Поэтому цель не просто раздать еду или вещи. Главное понять, в чём суть проблемы. Прежде чем оказать помощь, нужно разобраться, нужно прибыть к месту проживания, посмотреть, в чём человек нуждается больше. И тогда по факту принимать решение о предоставляемой помощи. То есть мы же не только занимаемся кормлением, допустим, документы восстанавливаем. За прошлый год восстановлено одних паспортов. Паспорта 8 штук восстановлено. Трудо устраиваем по мере возможностей. Конечно, главная их общая такая беда – это злоупотребление алкоголем. Потому что это никого хорошему не приводит, их в том числе. Поэтому люди так опускаются потихоньку. Конечно, в большинстве случаев человек сам виноват в том, что оказался на улице. Но это тема уже другого сюжета. А люди, которые помогают другим, далеки от того, чтобы осуждать. Ведь милосердие состоит не столько в вещественной помощи, сколько в духовной поддержке ближнего, неосуждении и уважении к его человеческому достоинству. Продолжение следует...